опять пропадал звук собака такой минут несколько настраивал его но все-таки включил всем добрый день лазаревская мы с вами лазаревском вон там улица павлова это вот магазин бывший андромеда сейчас это пятерочка с не ошибаюсь мы его тыловой части я принципе иду в сторону моря сторону дома хочу прогуляться подумал подумал на чё я пойду по 5 по улице полу вы там уже сто раз со мной гуляли все знаете поэтому решил прогуляться окольными путями с выходом с павлова на партизанскую прогуляться внутренними дарами дворами не даром дворами тому я здесь тоже как-то гулял показывал вам в том числе как сушится белье улице изумрудная 11 я всегда думал что это партизанская это изумрудная так тоже бывает но мы с вами поднимемся сюда прогуляемся послушаем цикад посмотрим на лесенке с колясочками можно пройти и выйдем к дворам я не знаю какой-то партизанская какой-то на на 6 либо 4 тут где живут местные жители простые люди которые получили квартиру еще наверно в 60-х 70-х возможно их там потомки уже конечно такие красивые дворики там есть тайная тропа вверх можно подняться но по тропе не просто так вот еще раз покажу вам как сушится белье в наших краях что-то такое знаете не на какое-то интересное чувство старая советская пробудила даже кто-то он пакет сушит так тоже бывает хотя возможно это есть определенные такие вот нотки именно наших краев здесь когда-то давно я поднимался когда здесь сухо нету дождей всяких а так когда дождик здесь конечно не поднимешься будет течь речка что меня сюда занесло так я это обувь ремонта давал в очередной раз хожу как вы знаете немало штиблеты сносил и на самом деле штиблеты молодцы я не знаю сколько два года уже постирал подошву я конечно очень даже сильно прогуливаясь но они держались пока я не отнес ремонт когда надорвались и заменили мне липучку новая липучка оказалось никакой ходить не было невозможно ну такие вот ветер чудесные домики здесь тоже встречаются там дальше еще выше можно пойти к другим домиком партизанская 6 а а там тупик ну пойдемте еще один домик поднимемся и окольными путями странными выйдем куда-нибудь на партизанскую а по вспомнил тут же детский садик тут мы особо не пройдем если только там спереди дома если опять же я не ошибаюсь а может и пройдем это партизанская 12 уже да как я мог забыть то партизанская 12 все мы тут пройдем и это не детский садик это просто детворец строит площадку детскую смотрите какая шикарная площадка на солнышке я бы сказал молодцы вспомнил как я мог забыть это место свое время здесь бывал очень даже часто я бы даже сказал работал и парковал здесь машина но так все изменилось с тех времен или я морщу путаю уже и наверно все-таки путаю путаю дворики кондиционеры кстати я не помню как уже рассказывал там на ковараж чуть-чуть в районе такой подобно пятиэтажки делают ремонт до ошибся я подстригли деревья делают брусчаточку так красиво так классно становится молодцы территориальный узел узел по образованию и науки ну как а здесь нас атлант продала же нового жека в лазаревская коммы какая-то студия магазин магнит и мы с вами забрались на самый верх я даже не ожидал а пойдемте вот так вот на улицу шевченко пока рустян там гуляет по ташкентом и самаркандом мы прогуляемся по улицу шевченко десятый дом двенадцатый думаю там он за кустами вот там я ставил свою машину там я работал так вот там стоматологическая клиника кто-то меня не так давно спрашивал где стоматология так вот здесь она стоматология на партизанская 12 муниципальная есть еще частные частных много клиник 16 этажка такой уютненький садик с выгоревшей травой весной это она была красивая хорошая а сейчас вот и жарко наверное здесь и особо так и не поливает я уже вижу домики на улице шевченко у них тут замечательные виды как я уже вам наверное не раз говорил очень даже красиво хрустян ностальгируй я понимаю что гранаты в ташкенте получше здесь тоже неплохие у хозяйки где вы останавливаетесь виноградик зреет он черненький возможно изабелла если не ошибаюсь гранаты бананы вовсю цветут и киви набирают сок а как шевченко 8 а хозяйку не встретил но зелененький зелененький и дворик посмотрел рассмотрел да и вам показал пойдемте дальше последнее время к точнее последний раз когда я здесь ходил я ходил снизу вверх теперь пойдем сверху вниз это один из вариан маршрутов к морю кстати вот с улицы шевченко с улицы партизанской пакет у меня шуршит от тапок сейчас момент его спрячу чтобы он не шуршал по-прежнему ведется реконструкция храма наводят красоту реставрируют ну там такая глубокая реставрация скажу я вам храм рабочий даже вот такому состоянии как он сейчас находится он рабочий я заходил внутри но есть еще старый храм там тоже производит там наверняка больше службы производится забор вот будет такой форме камней как крепость вот такие красивые домики здесь раньше на папку освещали яйца на сей момент ведутся такие вот ремонтные работы жарко но пацаны работают с этого ракурса посветлее будет горка героя в тут уже кстати домики центра английского языка люди фоткаются снимают да действительно отсюда вид на лазерской действительно отсюда красивый пойдемте проверим вечный огонь неинтересно работает он сейчас или нет на маринское шоссе и на тормахово 2 9 мая он работал что же сейчас у нас сейчас он у нас не работает почему так хочется спросить это не есть хорошо надо на это обратить внимание кто-то выломал здесь ограждение дабы ему было попроще спускаться вниз туда по ступенечкам по старым на улицу победы но мы так не пойдем мы пойдем по-нормальному здесь похоронен и малышев герой советского союза вот видите и тормах показывал вам рассказывал яблоня с яблочками правда не пойму откуда она проросла так то через стены что ли пойдемте посмотрим как-то так вот интересно да я только не понял думаю откуда же такое чудо то ну хорошо что сохранили молодцы яблочки на ней хорошенькие интересные шевченко номер один ведется видеонаблюдение родина помнит своих героев но вот вечный огонь к сожалению не работает спускаемся к улице павлова начинали мы практически от нее так и закончим там же урны здесь есть лавочки есть слава богу потому что без лавочек здесь было бы вообще тяжело если честно людям особенно старшего поколения тяжеловато будет подыматься вот уже павлова 45 дробь 1 столовая меню есть надпись меню есть а самого меню нет но пиво есть это свежая и мохито цикады цикады урны действительно заполнены тут как бы мне нечего сказать ведь я уже с которого на прохожу она забита ну забита тоже видите кто в той причине по той причине что некоторые товарищи большие пакеты сюда в том числе приносят домашним мусором такой как говорится тоже бывает читаю комментариях да и в принципе я согласен с вами что касаемо урн у нас действительно их огромное количество в парке там где они в таких количествах в принципе я так думаю они нужны на улице немножечко действительно не хватает не везде во всяком случае они есть есть но их не хватает есть урны которые некоторые товарищи просто накрывают пакетами такое тоже я встречал бывало то есть он родим как бы есть но мне ничего не положишь ну вывозят не очень хорошо не очень быстро хотелось бы получше есть эта проблема и тут как бы спорить с вами я не буду песниры за полчаса до весны но я бы переименовал бы наверное до полчаса до осени уже пора говорить дом быта тридцать и дом быта здесь а что были это свои это понес подальше от селя требуется реализатор вкусные очень вкусные лаваши очень вкусные честно говоря прям такие и вкус и запах и аромат мастер занимается лавашами уже не первые я бы сказал десятилетия даже на моей памяти не первое десятилетие я вам любителям лавашей настоятельно рекомендую добро пожаловать в кафе di roma это на втором этаже вот сейчас мы будем мимо проходить девушки он с меню стоят меню кстати выставили всякие роллы мамочки по-прежнему мучаются с колясками тут сей коляски заказ мы передали доставку кроссовки заказал себе и сыну тут вот девушка летет вяжет всякие такие вот штуковины там вот уже электричка и улица павла ваша музыка был один коза в красноярском крае паша света музыка у нас есть паша музыка тут того паша посадили насколько я знаю учет такого не неприятности фух жарко клубничка 200 лежевичка 250 черника 300 малина 200 ягодчик праву кошки пират наш на месте не так давно его спрашивали а где пират девушка ольга наверняка вы видели ролик хотел сфотографироваться снимать нет его не было так жара была жара но сейчас тоже занят ладно не будем отвлекать дальше вы все знаете я уже вечером и по паркам ходил поэтому сегодня пойду по улице павла фух блин ребятки не вовсе во всяком случае сейчас не так жарко как было еще на меня 23 назад но все равно жарко улица павлова движуха как пешеходная так и автомобиль на видите рыба сыр и все он показывал все это здесь есть булочки всякие вкусные 50 рублей всякие слоен очки майон очки в общем всякие вкусняшки даже проблема с транспортом но если здесь стоит с одной стороны то на колорай стоит с двух сторон а разъехаться что там что здесь тяжело да не даст мне соврать александр у него сами знаете работа связаны с транспортом я не понял зоя а вы что здесь делаете здравствуйте скучаете и давайте привет привет и девчатам мы все вас помним тоже вас забудет помним как жизнь так вы отдыхаете везет людям утром первый раз за 15 лет я отдыхаю летом поняли мечты сбывается а вы думаете что народ отдыхает который живет здесь думает отдыхать и нет мы работаем ладно зайду я всего хорошего это действительно так что в летний период у нас местные жители в основном все работают зарабатывают себе комица на зиму это факт туристические акции с чаями там уже пошли какие-то 100 грамм 100 рублей могу сегодня зайти в дубленки если вчера вечерком как бы я так прогулялся мимо тут тоже он чтобы есть какие-то синие голубой песец наверное вот он как выглядит то голубой песец кафешки сейчас танцев нет но вы увидите там были танцы брейки брейки-дансы чучь его мучка его мне кажется что буквально вчера ходил по улице павлова поэтому как-то так вот поднадоело наверно вам уже по фото мужчина можете созвониться выслать фото пожалуйста и сделайте подарок своим близким всякие шаржи можно сделать можно и не шаржи чё пойдемте в шубу зайдем привет и послушайте расскажут вам как дела так никто не не собьет не собьет руководство сидит отдыхает а еще зайду быстро магазин чтоб он меня не заметил хотя вряд ли не заметит заметит проверяем проверку прошел заметил здравствуйте приветствую очень приятно тебя видеть подожди а то там а то там меня и так видят уже в зеркало уже сколько людей хотят тебя увидеть познакомиться у меня жена ревнивая вообще ну раз эти наши дорогие будущие покупатели и которые уже купили наши дорогие покупательницы и покупатели я вам очень благодарен что вы все таки выбираете нас когда приходите к нам в гости у нас все есть ждем вас в гости когда приходишь к вам в гости тут уже по-любому убираешь к пальто коньяк как обычно всегда есть я пошел коньяк показывать о гражданин россии пришел приветствую пойду покажу коньяк ждем вас гости коньяк товарищи 2 2 коньяка закусь покажите ну у нас и фрукты и конфетки где конфетки вижу фрукты не добавим бокалы сорвение а почему три бокала вот мне интересно мне и клиенту а для волка кожура это про тебя так я еще раз вам тем кто спрашивал номера телефонов пожалуйста вот общайтесь кто просил прошлый раз показывал в этот раз покажу фрукты будут все будет все будет главное чтобы вы пришли а там все остальное секунда организуем зашли увидели фрукты и тогда уже разговариваете хорошее настроение красивые изделия и почему себе не показываешь а потому что я скромно же твой подписчик приходит и говорит мы хотим видеть его ли я знаю мне на каждом этом вот где я с ребятами общаюсь там цвили во всем нет одно и то же самое говорят вот если я покажу свою морду лица вам будет уже не интересно да и да и чё я там уже маленький старенький больной человек ладно ребят пошел я дальше гулять всех гостей спасибо алексей что заходишь к нам да как тут мимо вас пройдешь хотя не вчера прошел мимо вас вечером чуть грех как говорится не пройти они хожу с общительными ребятами чё да и вам может пригодиться кому поболтать там пойдемте дальше тут я уже ну уже сто раз ходил сто раз вот буквально я уже даже вспоминаю как я заходил в эту столовую как встретился с хозяйкой она дала добру на съемку в орешнике я даже забыть не успел ведь этот фрагмент ну пойдемте покажу еще раз вон очередь пицца вкусная 100 рублей посмотрите сколько много широченный выбор очень могу показать кто-то меня прошлый раз кстати здесь же заметил но не подошел что ли не помню в комментариях читал я специально туда подальше показать вам эту очередь мавзолей ну как мавзолей естественно может быть несколько некорректное сравнение произошло песенка про лето но на банане не летим мы пешком ходим быстро мы на китах все больше по-прежнему синий фламинго по-прежнему что-то пишет не часы пытается записать мою прогулку как тренировку как видите прогулялся я нормально красота тепло хорошо люди кушают растительность растет и тут и шаурма и маурма сыра нету я прошлый раз вспоминал коты вон вверх ногами висят ой прости это не мне фух для тех кто в курсе и просили показать показываю вот ну нет хозяйки нету я показал идемте дальше столовые проходили с этой стороны солнце светит блин пойдемте там пошире попал стоять боятся тут транспорт ездит и зебры что то здесь тоже не наблюдаю мороженое для детей и мороженое для взрослых в очередной раз повторюсь вам что к счастью отсюда убрали все нафиг все эти урны и теперь тут нормально у столовой можно покушать их и нету проблем нифига себе сказала я себе показать вам очередь сейчас покажу они уже на улице стоят на улице как же эта охота людям смотрите а потому что вкусно иначе бы не стояли видите что в орешнике что здесь очень даже много людей туда бирюзовая прямо павлова идемте на причал куда нам еще идти там мы закончим наш ролик может быть начнем другой пока аккумулятор не разрядился длинный получился ролик достаточно ну и ладно сразу всем говорю ребят что я не знаю когда вы его точнее вы его явно смотрите не тот день когда я его снимал он очень большой и загружаться будет очень очень долго напоминаю еще раз в очередной раз что обратная связь у меня только на дзен канале есть такой те кто на ю тубе могут нечаянно зайти в описание и там найти ссылочку кому интересно кому не интересно те смотрите на ю тубе пожалуйста все приближаемся к морю море уже близко сейчас еще раз в очередной раз вам покажу где находится прокат с синим китом прокат с этим птеродактилем драконом как хотите его называете сегодня я уже отвечал людям в комментариях ну и рустям не помогал в этом вот как раз мы сейчас идем этим маршрутом вот она поминга пикачу из-за родного пикачу я любого замочу очередь на прогулке на яхтах две яхты с недавнего времени у нас появились вон справа и слева видите два фрегата команда с птеродактилем команда с парашютами и одновременно и бананы тут все все сейчас вот тут кстати дракона этого можно увидеть сверху хорошо кайфуют вот кстати вот банан парашют смайлик на тенте и народ как видите активно отдыхает если отдых то активный как говорится если праздник то спортивный сейчас пойдем посмотрим на противоположную сторону что тут творится кто-то кстати в прошлый раз себя даже узнал такое тоже было всем доброго дня всем пока всем до новых встреч привет из латвийского такой вот получился ролик в следующий раз